Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Чувство соперничества и конкурс, он помогает расти. Анапа зажигает новые звезды. В нашем городе стартовал всероссийский фестиваль юных артистов цирка. Очень хорошее мероприятие. Церковное, божественное, дружественное. Оно сплочает, объединяет нации. Армянский праздник Хачкар собрал представителей всех народностей Анапы. И вот раз в год мы даем эту возможность поучаствовать. Это для людей действительно праздник. После Великой Троицы в Анапе возродили традицию молодежной ветруги. Санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная. Курорт готов к приему отдыхающих. Такое заявление сделала главный санитарный врач Анапа Лариса Медведева. Доклады руководителей Роспотребнадзора, полиции, отдела надзорной деятельности и других служб прозвучали на заседании Совета безопасности. Его провел глава города-курорта Юрий Поляков. На пороге сезона в первую очередь о готовности курортной инфраструктуры. Из 127 пляжей, сформированных в границах Анапы, только на 75 в 2017 году было видеонаблюдение. В этом году установить камеры обяжут всех арендаторов. Выезд автомобилей на пляжи глава Анапы назвал бичом курорта. Муниципалитет принимает меры в рамках своих полномочий. Выезд на территорию, на пляжи, как правило, осуществляется не настолько днем, насколько это случается ночью. Поэтому я и требую освещенности пляжных территорий, чтобы на пляжах, везде, на спасательных постах горел свет. И были камеры видеонаблюдения для фиксации вот о такой ситуации. Эпидемиологическую обстановку на курорте контролирует Роспотребнадзор. Два основных фактора – водоснабжение и водоотведение. ОАО «Водоканал» выполнил комплекс мероприятий на водопроводных сооружениях по очистке и дезинфекции всех сетей, всех резервуаров чистой воды. Акты втородел представлены. Все эти вопросы отрегулированы. Особый контроль в этом году за медицинским допуском персонала, который работает на водопроводных сооружениях, чтобы был медицинский допуск к медике, тоже прошу посмотреть. И лабораторный контроль безопасности и воды, который организован в соответствии с законодательством. Где-то ежечасно, где-то ежедневно и лабораторный контроль. Отбор проб морской воды и водоемов Роспотребнадзор осуществляет каждые 10 дней. Защищен курорт и от разносчиков малярии. Муниципалитетам на сегодня организован комплекс обработок. Все это организовано своевременно. В конце марта уже три обработки прошли. Применяется препарат четвертого класса опасности партицит, разрешенный в рыбохозяйственных водоемах. Вопросов, в принципе, пока не возникает. И вновь с началом сезона на свет появляются несанкционированные торговые точки и объекты общепита. Один из таких выявлен на проходе к морю. На пляжах вообще не должно, и в проходах ничего не должно быть. Там, где нет воды, канализации, там никакого объекта общественного питания быть вообще не должно. Лариса Владимировна, давайте просто закрывать суток на 90, и очень хорошо все будет тогда действием. Закрываем суток, а я все свои выходные материалы между суток завершаю. Все требования муниципалитета вновь прозвучат на большом совещании с представителями курортной отрасли. Глава Анапы поручил собрать его в ближайшие дни. Начало рабочей недели для главы Анапы всегда означает встречу с ее жителями. В формате приема по личным вопросам поднимаются злободневные темы, как частного характера, так и общественного. Юрий Поляков помощь общественников приветствует, а подчиненным рекомендует работать с активными гражданами. Глава Анапы провел очередной прием. Валентина Анатольевна, что вас беспокоит? Юрий Федорович, я, можно сказать, представила здесь общественность в тех вопросах, которые я поднимаю. Очевидно, вы с ними познакомились, но побудительный мотив к вам подойти – это было то, что я изначально говорю о том, что я пришла не с критикой, а хочу именно взаимодействия. Валентина Маткова поделилась главой Анапы своими наблюдениями. На фотографиях брошены на парковках автомобили неухоженные торговые ролеты на рынке. Люди не понимают, что это вчерашний день, это не соответствует никаким нормам. Нужно соизмерять себя со временем. Я сделала ряд фотографий. В конце дня они накрывают продукцию пологами, которые лежат на земле. Предложение у Валентины Андреевны – помогать городским службам, где-то информацией, а где-то общественным делом. Юрий Поляков всецело за такое сотрудничество. Начальником управления торговли и монконтроля глава поручил брать таких активистов своими общественными помощниками. Единая позиция у главы Анапы и жителей города и в вопросе долгостроя на улице Евскина, 14. По поручению Юрия Полякова юристы работают над расторжением договора аренды земли. Он у нас вызывает беспокойство. Это называется брошенный недострой. И последние документы, которые у него какие-то были, это были документы 2013 года. Больше с 2013 по 2018 год никаких движений нет. То есть, ребята, давайте так, или расторгайте, или стройте магазин. Ничего не будет. Уже там ничего не будет. Мы очень надеемся, что все это не слышали. Нет, нет, он у нас такая, наболевшая. И как бы это действительно наболевшая очень. Невозможность договориться с соседями привела на прием главы Анапы жителей улицы Северная. В октябре прошлого года по поручению Юрия Полякова там прочистили ливневку. Сделали тогда? Сделали. Вот у меня документы. Все хорошо. Нам сделали канал. Почистил зодчий двор. Вот у меня документы. Значит, почистили трубу полностью Филимонов. Там это... И там прям заходили мужики в гидрокостюмах и чистили. Вот. Приехали из Краснодара. Какой-то то ли компрессор. Вот прям пробивали. И пробили. Возле первого номера там всегда вода стояла. Прочистили. Вот прям пробили. Ну, вымыли трубу. Но у жительницы 12-го дома свой взгляд на ситуацию. Она уверяет, ее дом, несмотря ни на что, во время дождей топит. Из-за недавно обустроенного пешеходного перехода глава Анапы вновь поручил коммунальщикам комиссионно выехать и разобраться в ситуации. 120 лет исполняется в этом году Анапскому сельскохозяйственному техникуму. Поздравить его пришли выпускники, представители городской и краевой власти. Сегодня здесь учат не только выращивать растения, но и строить. А также профессиям, которые в непростое время становления учебного заведения можно было только мечтать. А сегодня они востребованы, особенно на побережье. Специальный памятный знак по случаю юбилея. Обычно студенты используют учебный раствор, больше песка, меньше цемента. Эта конструкция должна простоять не менее 100 лет, согласно строительным нормам. Алексей Гераськин учится на третьем курсе по специальности строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В этом году занял второе место на региональных соревнованиях молодых профессионалов. Надеется в следующем году войти в сборную Краснодарского края. Изначально хотел стать строителем. В крае не так уж много техникумов, которые могут дать такую профессию. Интересно учиться. Тут очень много всяких практик, много нового оборудования. Внедряются новые технологии. Это все очень интересно. Даже просто, ну, знающим людям прийти сюда и посмотреть – это классно. Анапскому сельскохозяйственному техникуму 120 лет. Летом 1898 года императорским указом учреждено Варваренское училище плодоводства и виноградарства. И сегодня это одна из основных специализаций. Так определяется кислотность материала. Похожим образом измеряют объем сахара и другие параметры. Такие специалисты сегодня востребованы и в Анапе, где закладываются новые виноградники. А это площадка, где повышают свое мастерство начинающие ландшафтные дизайнеры. Доска палубная, уже привычная плитка. А так мастят дорогу из булыжника. Клумбы для цветов из самых разных материалов. Актуально, учитывая масштабную работу по изменению облика курорта, которая только началась. Сегодня и город, да и я думаю и весь Краснодарский край нуждаются сегодня в этих специальностях, которые сегодня получают в этом учебном заведении. Я хочу поздравить всех от имени главы муниципального образования с этим замечательным юбилеем. Я думаю, есть здесь все для того, чтобы получать хороших специалистов. В том числе и учебная база. Сегодня в техникуме открыта подготовка по 10 специальностям. В планах начать обучение декораторов и строительных мастеров широкого профиля, расширять программу переподготовки и повышения квалификаций. Ориентировались на спрос, возникший сейчас в экономике. Это то же самое, ну может быть, набившее искоменную импортозамещение, а его нужно выполнять. Именно выполнять рабочими профессиями и специальностями, которые сейчас очень востребованы. Как агроном, как садовод, овощевод, закрытый грунт. Во дворе пара теплиц. Тема этой практической работы – борьба с белокрылкой, которая питается соками листьев тепличных растений. Тут тепличка была, теплица. Два двухэтажное здания вот это здесь было. Алексей Рудько – агроном почти с полувековым стажем. Выпускник до 1960 года. Здесь он познакомился с будущей женой, а профессию долго не выбирал. Отец работал механизатором. Посмотрели кино «Кубанские казаки» и когда увидели там эти фрукты все, поехали на Кубань. А в Староминской случайно встретился с героем соцсуда Мастренко Алексей Исаевич. Он был директором Староминского зернософоза. И он ему сразу – вот тебе в бараке там дали комнату, вот тебе комбайн, трактор. Выпускники разных лет, студенты и преподаватели принимают поздравления. Подарок от Краевого Министерства образования и молодежной политики. Картина называется «Домик в горах». Она про мечту, общую для всех. Через реченья кубосток, из-за березовых досок, серебристая водица, деревристый голосок. Ой, выкрыли в голове я земляничные поля. Да чего же ты красива, моя русская земля. Александр Ребекко, Роман Беркалеев, Анапа-регион. В Гайкадзоре отпраздновали ежегодный национальный праздник «Хачкар». Сотни гостей познакомились с культурой и народным творчеством Армении. В праздничных мероприятиях приняла участие наша съемочная группа. Каждое последнее воскресенье мая здесь, на площади перед храмом Суд Геворг, собираются сотни людей. Здесь представители всех национальностей, которые дружной семьей живут в Анапском районе. Праздник с 92-го года и по сегодняшний день он проводится всеми, всеми национальностями. Не только здесь армяне, здесь и греки, и русские, и мусульмане есть, все-все. Армяне вообще гостеприимный народ, они приглашают на любые праздники. Очень хорошее мероприятие, церковное, божественное, дружественное. Оно сплочает и объединяет нации нашего муниципального образования и всех людей. В числе почетных гостей и глава Анапы Юрий Поляков. Перед началом торжеств он вместе с председателем Центра армянской национальной культуры Арсеном Ирияном и главой Гайкадзорского сельского округа Артуром Маргарядом посетил храм. Очень приятно, что вы все соблюдаете свои исторические традиции, поддерживаете все праздники. Мы все вместе работаем, мы вместе дружим. Хочу вам пожелать всем в этот праздник Ачкара здоровья, мирного неба над головой, всего вам самого хорошего, пусть семьи наши все живут, пусть Господь нас благословит и даст нам все то, что мы хотим. С праздником вас, дорогие! По здравиям с праздником приехали творческие коллективы со всего Анапского района. Русские народные танцы чередовались с армянским творчеством, а огня и задора добавляли танцы горских народов. Инга Яндулова хоть и живет в Анапе, но в Гайкадзор на Хачкар приезжает постоянно. Обязательно заходит в храм, ставит свечи. Считают этот день одним из важных в году, ведь этот праздник – это история целого народа с многовековыми корнями. Каждый год сюда приезжаем, чтобы подпраздновать вместе с жителями этот праздник, все вместе. Организаторы праздника приготовили гостям сюрприз. Аппетитный хаш, подготовленный по старинным рецептам, раздавали всем желающим. И каждый еще раз увидел, что такое настоящее армянское гостеприимство. Руслан Душевский, Анапа, регион. В храме преподобного Серафима Саровского возвращаются к практике проведения литургии для молодежи. Три года назад священнослужители отказались от подобных проектов, но буквально совсем недавно было принято решение возобновить церковные службы. Молодежные литургии по традиции проводятся на следующий день после большого церковного праздника Троица, или, как его называют по-другому, Пятидесятница. Это своеобразный день рождения церкви. Сегодня здесь рассказывали о нюансах православия и таинствах священных писаний. Святейший патриарх Кирилл сказал, что молодежное служение – одно из приоритетных направлений деятельности Русской Православной Церкви. Поэтому стараемся поднять это все, оживить, возбудить интерес молодежи к церкви, чтобы молодежь, те дети, которые в воскресной школе сейчас учатся, чтобы они не потеряли этот интерес, а там молодежь, которая учится где-то в других местах, и работающая молодежь, чтобы у нее этот интерес появился и сохранился. Молодежь, которая стоит в храме на богослужениях, на самом деле она мечтает поучаствовать в этом. И вот раз в год мы даем эту возможность поучаствовать. Это для людей действительно праздник, и мы понимаем, что раз в год этого мало, надо это повторять чаще, но дай Бог будем к этому стремиться. В храме много молодежи. Одни следят за исправностью лампад и работой церковного оборудования. Другие ребята поют на клиросе. Техническое обеспечение литургии полностью лежит на плечах молодежи. Взрослым остается лишь следить за порядком. Арсению Немову 15 лет. Храм Серафима Саровского приходит уже не первый год. Священнослужители доверяют ему самые ответственные дела. К примеру, сегодня он читает молитвы перед причащением прихожан. Обратили, наверное, внимание, были маленькие панамари. И вот я таким же маленьким, меня позвали в алтарь читать апостола. И я пришел в алтарь, очень благоговейно стоял, как бы боялся пошевелиться в алтаре, вдруг я что-то не так сделаю. Эту благодать ощущал. И после этого, буквально полгодика прошло, и я попросился в алтарь к батюшке, он меня взял. А потом я начал панамарство. Потом потихоньку начал звонить, читать. Как рассказали в храме, подобные литургии планируется сделать регулярными. Причем в них будут принимать участие не только анапчане, но и жители других городов. Их будут специально приглашать в рамках по обмену опытом. В скором будущем это должно стать большим краевым проектом, старт которому вновь дали сегодня в Анапе. Руслан Душевский, Анапа-регион. Будущая цирка, детско-юношеские и молодежные цирковые коллективы со всех регионов страны и ближнего зарубежья съехали, чтобы принять участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Новые звезды». О юных талантах в нашем сюжете. Диана – воспитанница студии «Грация» и станица отрадная Краснодарского края. В свои 10 лет она уже не раз становилась победительницей различных конкурсов. Принимала участие и в «Минуте славы». Признается, что мечтает стать артисткой цирка «Дюсалей». На арене цирка я выступала первый раз. Мне очень понравилось, так как я могу показать свое мастерство и последнее мастерство других. Фестиваль проводится раз в два года. В наш город он приехал впервые и собрал более 2000 молодых цирковых артистов. Их возраст от 5 до 25 лет. Это фестиваль-конкурс, который продлится три дня отборочного тура. И 29 числа у нас состоится гала-концерт, куда войдут лучшие из лучших, по мнению жюри. Эквилибристика, акробатика, клоунада – диапазон цирковых жанров самый обширный. Трудолюбие и способности этих талантливых детей не раз в этот день отмечали зрители своими аплодисментами. Символично, что именно в Анапе зажигаются новые звезды. Наш город в очередной раз подтверждает свой статус – Республики детства и фестивальные гавани России. В этом году Анапскому филиалу Московского педагогического университета исполняется 20 лет. На отчетном концерте студенты и педагоги подвели итоги плодотворной работы, а также наградили самых активных вузовцев. За 20 лет в стенах педагогического университета тысячи студентов получили качественное образование. А сам университет по праву считается одним из центров культуры и образования Анапы. Каждый год филиал Московского педагогического университета выпускает порядка 250-300 человек, 15% которых – обладатели красных дипломов. По традиции, на итоговом мероприятии студенческого совета отличившихся вузовцев благодарят за активность и отличную учебу. Состав МПГУ – настоящая кладезь талантов – поэты, танцоры, художники и исполнители песен. Мы считаем, что за эти 20 лет мы дали возможность студентам получить высшее и среднее профессиональное образование. А это будущее, а это работа, а это карьера, а это будущие планы на жизнь. Поэтому самое главное, что сегодня молодежь имеет возможность получить хорошее, качественное образование и диплом Московского университета на территории нашего города. Ну и, конечно, возможность развиваться, возможность реализовываться, возможность воплощать в жизнь самые свои смелые студенческие молодежные идеи. 2018 год объявлен годом волонтеров России. Анапский филиал педагогического университета ведет активную работу в добровольческой сфере. Социально значимый проект «Мы помним прошлое, спасибо за будущее» был подготовлен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Студенты ежегодно принимают участие в поздравлении ветеранов. Все участники проекта закреплены за пожилыми людьми и оказывают им различную поддержку. У нас студенты активное участие принимают в поздравлении пожилых людей, ветеранов, тружеников, тылов, детей войны. Но когда они пришли и увидели, в каком плачевном состоянии пожилые люди, то есть возникла сразу мысль помогать им не только 9 мая, а помогать им всегда. Цель этого проекта – это помощь пожилым людям, бытовая помощь, социальная помощь. То есть я очень благодарна своим ребятам, они независимо, есть ли время, нет у них времени, то есть они уделяют особое внимание этим людям и люди благодарят. На отчетном концерте студенты собрали капсулу времени. Каждый положил в нее послание будущим студентам или значимую вещь, олицетворяющую университет. Ее откроют через 5 лет. Приятным завершением мероприятия стал праздничный торт. Педагоги вуза уверены, следующие 20 лет будут такими же продуктивными и насыщенными. В ближайших планах МПГУ развивать волонтерское движение и студенческое самоуправление, а также открывать новые востребованные специальности. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа-регион. Прославленный режиссер и продюсер Валерий Тодоровский снимет фильм «Одесса» по своим детским воспоминаниям. Одним из городов, в котором планируются съемки картины, станет Анапа. Также часть декораций возвели на Мосфильме. Работы по созданию фильма будут проводиться и в Бухаресте, Сочи, Таганроге. По словам режиссера, цитирую, «Эта история довольно давняя. В возрасте 8 лет я попал в Одессу, где была эпидемия холеры, и давно хотел сделать про этот фильм». Конец цитаты. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пламбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 29 мая в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Ночью прохладнее – 18 выше нуля. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 19 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров – отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь» – Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей.